Франция, Италия, Великобритания, Испания и даже маленькая Босния и Герцеговина. Все эти страны сегодня столкнулись с проблемой загрязнения воздуха. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, оно является наиболее важным фактором, влияющим на здоровье людей. По данным Европейского агентства по окружающей среде, почти 90% городского населения вдыхает твердые частицы в концентрации, которая считается вредной для здоровья. Объясняет метеоролог из Франции. Этот всплеск загрязнения воздуха обусловлен с одной стороны ростом выбросов в атмосферу в результате холодной погоды и в связи с чем люди пользуются отоплением. Есть и другие источники загрязнения, транспорт и промышленность. Все эти факторы и приводят к нынешнему уровню загрязнения. Власти ЕС пытаются найти решение против этой смертельной опасности. Обновлена директива о национальных пределах уровня выбросов, которые устанавливают ограничения для четырех основных загрязнителей. Кроме того, ЕС планирует впервые установить ограничения на фоновую концентрацию микрочастиц в воздухе. Отныне на национальном уровне каждое государство-член ЕС должно принимать срочные меры для ограничения вредного воздействия этих веществ. Многие города Европы, в частности во Франции, снизили максимальную скорость движения транспорта в городах с 50 до 30 км в час. Людям рекомендуют больше ходить пешком и кататься на велосипеде. А вот поочередное использование автомобилей с четными и нечетными номерами вызвало проблемы. Это хорошие меры, но очень неудобные. Например, все, кто сегодня не смог сесть за руль, едут на метро. А поезда переполнены, мест нет. Это очень неудобно. Еще одно решение на государственном уровне – запретить транспортные средства, которые больше остальных загрязняют воздух. Любое нарушение влечет за собой штраф. В Германии 40 евро, в Швеции 113 евро, в Лондоне штраф еще выше. Штраф для больших транспортных средств составит 1205 евро. Европейское агентство по окружающей среде констатирует, что качество воздуха за прошедшие годы улучшилось. Но этого недостаточно, чтобы предотвратить заболевания у людей и вредные последствия для окружающей среды.